Церемония награждения лучших спортсменов, школьников и детсадовцев длилась более часа. На сцену Дворца творчества детей и молодежи за медалями и дипломами поднялись несколько сотен победителей и призеров городских спартакиад. В течение учебного года команды всех образовательных и дошкольных учреждений города соревновались за звание самых быстрых, ловких и сильных. Наибольшее количество участников было представлено на спартакиаде старшеклассников. 54 спартакиады это около 2000 участников, малые спартакиады около 800, потому что там в основном участвуют 3-4 классы и дошколяты это около 1500 участников. По итогам года уже суммируются результаты всех соревнований за весь учебный год и у дошколят, и у малой спартакиаде, и в старшем и среднем звене. Соревнования в рамках городских спартакиад школьников и детсадовцев проходили по 10 видам спорта. Среди них состязания по легкой атлетике, прыжкам в длину, футбол, упражнения на гибкость. На церемонии награждения чествовали победителей и призеров в личных и командных зачетах. Ребята, я вам всем желаю совсем скоро-скоро незабываемых каникул и успешного окончания учебного года. Занимайтесь спортом, будьте здоровы! Безоречный спорт идут рядом. И я хотел бы, ребята, пожелать вам быть смелыми, сильными, ловкими, здоровыми. Искренне желаю вам новых побед, потому что каждая маленькая победа – это первый шаг большой. Это не точка, это многоточие. По итогам 54-й городской спартакиады старшеклассников в третье место заняли учащиеся школа номер 220. Вторыми стали спортсмены из 226-й. Победила сборная школа номер 222. В пятой городской малой спартакиаде бронзовые награды завоевала команда гимназии номер 216 «Дидакт». Серебряными призерами стали ребята из 222-й школы. Лучший результат по итогам всех этапов соревнований показала сборная 225-й. В спартакиаде «Дидошколята» третье место заняла команда детского сада номер 11. Второе – у ребят из седьмого комбината. Победителями стали воспитанники детского сада номер 15. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».